Вопрос долгостроев под личным контролем главы Чувашии. Олег Николаев встретился с руководителем Республиканского фонда защиты прав граждан участников долевого строительства и обсудил, как складывается судьба проблемных объектов в Чувашии. Ежедневно, по словам руководителя региона, он получает жалобы от обманутых дольщиков. Министр строительства Александр Героев, присутствующий на встрече, отметил, что на днях чиновники уже общались с долевиками компании «Лидер» и постарались ответить на все вопросы людей. Пока видится два решения проблемы, либо застройщик резко активизируется и докажет суду, что готов достроить позиции самостоятельно, либо его признают банкротом и привлекут деньги Федерального фонда защиты прав дольщиков. Здесь, конечно же, если застройщик справится, для нас это будет очень положительный момент, потому что здесь достаточно большое количество людей, которые заключили договора долевого строительства. Это около 900 человек, ну и 5 объектов. И очевидно, если застройщик выполнит взятые обязательства, это произойдет уже в первом квартале следующего года, то есть сдача большинства квартир. Если через процедуру банкротства, то, к сожалению, все это уйдет на начало 2022 года. В ходе совещания также обсудили ситуацию на других проблемных объектах, в числе которых дома компании Кротонстрой, Алза и Победа. Всего сейчас в едином реестре числятся 13 объектов незавершенного строительства в Чувашии. Победа, Кротонстрой и Алза. На сегодняшний день все согласования с Федеральным фондом по защите прав дольщиков проведены. Документы находятся на стадии согласования для выделения финансовых средств. И ожидаем, что по Победе и Кротонстрою объекты будут сданы во втором квартале следующего года. По объекту Алза во втором квартале начнется строительство объекта. Здесь объект находится только на начальной стадии строительства. И, очевидно, сам срок строительства тоже займет не менее чем год. Олег Николаев попросил профильное ведомство в дальнейшем ежемесячно доводить всю информацию по каждому из этих объектов строительства.